Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс и в этом видео я иду на рейд из базы Димона и будем рейдить базу Выжившего в надежде найти какой-то Куртянский лун. Ну для начала наверное нужно нам немножечко подкрепиться, сейчас мы возьмем часть Мортвы, которую назад в принципе положить нельзя. В пикапе тоже все забито, чтоб знал конечно Тонь не брал бы морковку. Вот эти 7 баночек с бобами у нас сойдут как за хилл. Персонаж очень сильно хочет пить. Сейчас берем воду, давайте зайдем чоппер, в чоппере в принципе ничего нет. Можно заходить на рейд и пробовать найти топовый лут. Сейчас я быстренько по воду забегу. Ну что ребят, нашел я бутылочки воды. Давайте часть этих бутылочек возьмем с собой. И окей, пора нам на рейд. Но прежде чем отправиться на рейд, нужно наверное было бы нажать кнопочку завершить у рейдеров, а не сразу вырываться на глобальную карту. Поэтому ребят, наверное все таки я вернусь и нажму эту кнопку заветную завершить, чтобы рейдеры нам дали базу координаты на водочку. Куда же идти, какую базу лутать, и я думаю, что они уже заждались. Дадут нам очень крутецкую базу. 120 репутаций, поговоришь когда вернешься. Удачи пожелали. Наверное, если удачи пожелали, значит база будет с очень большим количеством стен. Так, вот она, газмяс. Это прикольное, это газмяс, кто смотрел наша Russia. Там есть такая команда, газмясочка. Газмяс. Однозначно наш парень. Давайте зайдем и зачекаем, что газмяса на базе есть такого редкого. Или может не особо редкого. Но хотелось бы, конечно, побольше редкого. Так, чекаем базу газмяса. Ага, база, по крайней мере, не очень большая. Это сильно радует меня, потому что рубить очень долго не надо. Но, с другой стороны, бывают такие базы маленькие, да удаленькие. Просто куча большущая. Подождите, я не нашел ни одной двери. А, вон, одна единственная дверь. Вход единственный на эту базу. Так, в пикапе ничего нет. И все-таки меня что-то привлекает. Первого левела стены, а не именно второго. Первого левела стены можно рубить простым топором. Да и шума он наносит при срубке намного меньше. Итак, мы видим базу развивающегося игрока, который уже сразу начал собирать вездеход. Также уже я заметил два ящика. Даже три, ребят, которые стоят вот здесь. И чоппер, который, в принципе, не хватает колеса, вилка у пацика есть. И части двигателя, и бак не хватает для полной сборки. Ну, давайте теперь, ребят, зарубимся в следующую комнату. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такой вот лут. Не знаю. Три, четыре, семь ящиков. Это все, что есть на этой базе. Я представляю, какой будет здесь лут. Если здесь такая вот... Ну, бывает всякое. Еще раз сейчас оббегу. Может быть, где-то спрятан маленький шалаш или туалет, в котором... Ну, в принципе, я приехал сюда. Я не мог не заметить никакого лишнего здания, которое стоит не на базе. Ну, что, бывает и такое, ребят. В принципе, лутаем то, что нам выпало. Ту базу, которая нам выпала. И давайте зачекаем все ящики, у которых есть топ-лут. Ханистры и пластины. Всем ключей. Это все пойдет с нами. Даже несмотря на то, что база не выглядит сильно топовой. Но семь ключей. Ну, в принципе, неплохой лут. Если у вас нет генератора. Но именно у Димона уже, по-моему, три, если не четыре генератора на базе. Которые валяются посередине. И ждут того дня, когда уже придет онлайн. И нужно будет открывать новые-новые территории. Ну что, рубим ящик. И открываем следующий. Опа. Это семь аптечек всего лишь навсего. Семь всего лишь навсего аптечек большущих. Но судя по этой базе, что эти семь аптечек будут нормальным лутом. Нормальным уловом. Надеюсь, что хотя бы какой-то винчестер. Или может быть пару калашиков. Да ладно. Но. Что можно сказать? Возьмем хоть вот так вот. А что делать? Другого я выхода пока что не вижу. Берем понемногу. С миру по нитке, как говорится. И будет нам побольше лута. Осталось три ящика, которые мы разрубим. И, конечно, все-таки не нанесем максимальное количество шума. Вот. Железо. И железные пластины. И вот эти дяди, которые пришли толстички. Мешать нам. Газмяс. Почему ты такой? Не мог уже, блин, найти несколько М16, чтобы... Хоть перед рейдерами не так стыдно было. Так, есть. Ну, это уже хоть лутом-то назовешь. Что здесь? Железные. Однозначно берем. Ну, а за остальным, в принципе, можно будет заглянуть потом. Алюминий. Кто его сдает? Алюминий нужен или не нужен? Так, кожа. Кожа. На что она похожа? Это ваша кожа. Думаю, лучше вот так. Ну, понемножечку набрали. Давайте. Все-таки топоры тоже имеют свою редкость. И их нужно тоже формить. Поэтому именно вот так вот я, наверное, залутаюсь. Давайте еще часть. Алюминий, правда, можно было бы взять. Ну, давайте часть сейчас мы залутаюсь. Именно отнесу все в чоппер. Там еще есть ячейки свободные. Но... Базу назвать какой-то крутой. Или базу, которую дают на 100 репутаций. Тоже, в принципе, назвать очень сложно. Так. Это аптечки. В принципе, кувалда. Это единственное, что мы нашли такое редкое здесь на базе. Ну, из редкого. В принципе, вообще из оружия, которое тут было. Там есть убитое еще что-то. Но оно, в принципе, очень убитое. Давайте три единицы ресурсов каких-то поднажмем. И, в принципе, здесь нам делать больше нечего. Если вам попалась газмяс база, то надейтесь на топовый лут. Топовый лут был вчера. Или будет завтра. Зато мы взяли всего по чуть-чуть. И теперь у нас нету нужды фармить, может быть, вот такие вот ресурсы. Что может быть реже, чем золотые сливки. Ну, пожалуй, в этот раз мы их не возьмем. Как говорится, наверное, все самое топовое вынул с этой базы. Можно, в принципе, золотые сливки взять вместо воды. Может быть, когда-то в ближайшем обновлении они понадобятся. Хотя разработчики давненько уже говорили, что золотые сливки. Ребята, ищите золотые сливки. Не забывайте уделять внимание золотым сливкам. Подождите, где-то здесь видел еще золотые. Ой, молодец ты какой, рубишь стены, какой ты молодец. Вот еще. И, в принципе, вместо 20 еды можно взять 13 железных сливков или алюминиевых. Наверное, так и и сделаем. Подкрепившись максимально, я ухожу с этой базы. Займею вот такой вот лут. Единственное, что это была кувалда, которая поместила свой чокер. С не очень радостным и довольным лицом ухожу с рейда. Потому что, ну, практически ничего хорошенького здесь не выпало. Но бывают и такие рейды, ребят. Бывают и попадаются и такие базы. Не каждый раз же попадаются кунтецкие мегалодоны, которые просто кышат ящиками. И лут в них поражает даже самых каких-то воображаемых персонажей. Получается, что лут бывает крутой, а бывает вот такой вот. Вот я на своей базе отправился, даже не нашел ни одного оружия. Было очень печально. Но зато ресурсы тоже бывают. Редкими. Давайте фильтросы им вдавим. Я думаю, они согласятся. Так как лут на базе был не очень редким. Давайте сейчас... Ага. Вот так вот выглядит, ребят, лут. На базе газмяс. И не знаю, насколько редким можно назвать-то его. Кроме кувалды ни одного оружия не взял. И не нашел даже ничего реже, чем вот эти три топора, которые остались у меня после рейда. Я думаю, эти три топора заслуживают большего внимания, чем тот лут, который остался там на базе. Всем, ребят, спасибо за то, что вы смотрели такой рейдик. Теперь вы знаете еще информацию о одной базе газмяс. И мы прощаемся с вами с аккаунта Димона. И встретимся еще, конечно, не раз на рейде. Спасибо вам, ребят, всем за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал.